Добрый день, ребята! Сегодня у нас 13 января, старый Новый год. В Зинодольске очень морозная, но солнечная погода. Сегодня ночью было примерно минус 30, а сейчас, по-моему, порядка минус 25-26 градусов мороза. И посмотрите, какая красота у нас в общественном пространстве авангард. Здесь замечательная елочка, традиционно высокая, сборная, которую несколько лет ставят на новогодние праздники. Отличное поздравление от различных героев Нового года. Дед Мороз, Кышбабай, Чисхан и Санта-Клаус, их история. Дети могут почитать, увидеть. И, конечно же, самое главное здесь, это сцена, которая в новогоднюю ночь представляла из себя настоящий центр новогоднего праздника. Большая площадка перед сценой, где танцевали люди. И огромное поле бывшего стадиона, на котором размещены различные объекты. Фигурки белых медведей, быка, кошки, собачки. Ну и различных таких героев, сказок. И, конечно же, здесь очень красиво. В центре лабиринт, вы можете видеть. Он тоже очень интересный, с подсветкой. Выйти из него, особенно маленьким детям, не так просто. И там они проводили в новогодние праздники огромное количество минут. Очень интересных. Посмотрите, какое яркое сегодня голубое небо. Несмотря на то, что очень холодно, снег хрустит под ногами, вы можете видеть, что небо очень высокое. И уже настраивает на позитивный, яркий солнечный лад, скажем так. Вы можете видеть справа большую горку, которую сделали для катания детям на тубингах, на разных ледянках. Здесь, конечно, все очень прекрасно. И я лично очень доволен, что у нас появилось такое общественное пространство Авангард, где проводятся все праздники. Вы видите, что дым клубится очень мощно. Котельные работают с высокой производительностью сейчас. Ну, потому что реально на улице очень холодно. Ну, и давайте пройдем мимо фигурок. Подойдем к катку. Сегодня школьники многие не учатся. Отменили занятия и у моего ребенка в школе. Из-за аномально холодной погоды. Ну, я вспоминаю, что в наше детство, в 90-е годы, в 80-е, это была обычная зимняя погода. И минус 27, минус 30 было довольно частым явлением. Видимо, все-таки глобальное потепление. Сколько-то это происходит. Интересным является вот такое сооружение, такая карусель. Здесь к этой карусели прикрепляют тубинги. И по кругу дети катаются на этой карусели. Визжат от удовольствия. Особенно вечером, с подсветкой, здесь очень здорово и очень интересно. Большое количество людей катается вечерами на вот этом замечательном катке. Вы можете видеть, что здесь изображены сердечки даже. Кто-то не поленился с помощью ледянок накатать сердечки. Вот общественное пространство Авангард, оно выглядит вот таким вот образом. Сейчас, 13 января, в преддверии Старого Нового Года. Давайте пройдем через лабиринт. Смотрите, какой чистый волжский лед. Особенно он прекрасен в лучах солнца. Он такой полупрозрачный и с огоньками дает очень красивый вид. И чтобы не сразу все сломали, он выложен в два ряда. И в центре лабиринта взял вот такой импровизированный колодец, где дети тут играют в Царь горы, прыгают вечерами и очень интересно проводят свое время. Общественное пространство Авангард в этом году изменило свой периметр. Заменили забор, поставили новые ворота и стало очень красиво. И, по-моему, по периметру всего общественного пространства тоже заменили забор. Не только в самом начале, но и вокруг. Это стало таким украшением этого места. Рукавичка. Все это, конечно, красиво выглядит и вечером. Слева вы можете видеть домики-киоски для продажи разных сластей. Сахарной ваты. Выпечки. И здесь у нас снегурочка и Дедушка Мороз встречает гостей. Они сейчас немножко в снегу. Ну, а мы двигаемся дальше и пойдем в сторону городского озера. Мы переместились в городской парк рядом с городским озером. Посмотрите, какая красота здесь в парке. Все деревья украшены белым нарядом. Очень яркие. Солнце играет цвета. Парк очень красивый. Он же довольно старый. Ему, наверное, 50, а может быть, даже немножечко больше лет. И подходим мы к городскому озеру. Городское озеро – это, безусловно, как я уже и говорил в наших видео, жемчужина нашего города. Место объединения, место, где многие люди любят сидеть на берегу, на лавочках, отдыхать и проводить время. Морозно, очень холодно. Снимаю в перчатках, потому что руки быстро схватывают на морозе. Очень хорошо, что нет сегодня сильного ветра. Так, легкий ветерок. Потому что, если бы был ветер, было бы совсем-совсем-совсем холодно. Но к вечеру, когда погода будет меняться, а завтра уже обещают минус 18 утром, минус 11 днем, конечно же, будет дуть ветер. По-другому погода не изменится. Вот мы с вами подходим к нашему городскому озеру. Что интересно, если ходить по этому озеру восьмеркой, то есть дважды проходить по мосту, соединяющему берега Большого озера, то вы можете иметь дистанцию ровно в один километр. Это удобно для бегунов, для тех, кто занимается спортивной ходьбой. Посмотрите, как ярко сегодня. Небо такое же по-прежнему яркое и красивое. Здание третьей школы, в котором есть уникальный музей космонавтики. Школьный музей космонавтики. Один из лучших в нашей стране. Львов Михайловна Кохлова, Людмила Ивановна Колесникова. Долгое время занимались этим музеем, отдали много сил. И вы можете видеть панораму озера. Здесь вовсю катаются дети в более теплые дни, потому что здесь очень быстро можно сюда приехать, очень удобно. И самое главное, в самом центре нашего города. Здание третьей школы неоднократно изменялось. Многие, кто выпускался из этой школы в 80-е годы, в 70-е годы, знают, что тут не было пристроя раньше. В 90-е годы сделали пристрой, актовый зал очень хороший. И это, конечно же, одна из лучших школ нашего города. Мне она очень нравится. Я сам выпускник этой школы. Такая замечательная ель рядом с третьей школой. Нет ни детей, никого сегодня. И отличная детская площадка. Трубы, похож на пароход различные тут активности, горки, канаты и все остальное. Все здесь для того, чтобы дети, которые еще до школьного возраста здесь играли, бегали. И, конечно же, школьного возраста, после уроков иногда здесь тоже играют. Подходя к рыночной площади, вы неизбежно пройдете через еще один небольшой парк, которых в Зинодойске довольно много. Это березовая роща, которая разделяет старые дома, сталинки по улице Карла Маркса и дома новые. Сейчас я их вам покажу. Это часовня, которая была построена здесь в 90-е годы. И дома, скажем так, с 60-х годов, хрущевские так называемые дома. Вот тут чистят люди снег сверху. Это тоже улица Карла Маркса, 49, Карла Маркса, 51. Елочка, которая сейчас выключена, но когда включает освещение, она переливается яркими красками. И, конечно же, основная пешеходная артерия, соединяющая рыночную площадь слева с улицы Карла Маркса, налоговой инспекцией и так далее. И вот дом Карла Маркса, 22. Привет, Саша. Как таковой рыночной площади уже нет. Здесь огромное количество разных зданий. Изначально, если мы говорим там 90-е нулевые годы, перед старым зданием рынка построили такой кафе Алан, пиццерию, мэнс-клаб. Построили здание пирамиды. Раньше на этом месте был шатер. Наш городской рынок один из самых лучших рынков в республике. Спасибо за это, конечно, Равиль Хазевичу, который много сил своих потратил на то, чтобы сделать рынок наш один из самых лучших. Но сейчас территория расстраивается самыми различными зданиями, двухэтажными преимущественно. Закрываются виды на старые здания города. Появилась за время карантина, пандемии, вот эта вот тоже аптека здесь непонятная. И, конечно же, вот старые здания, которые находятся на перекрестке Татарстана и Карла Маркса, его сейчас не видно. Старые здания автовокзала передали тоже под магазинчики. Осталась остановочная платформа. Вы видели, вот это тоже новые остановки. Это традиционно городских автобусов. А это автобусов междугородних. И, собственно, вот так используется эта площадь. На газоне перед улицей Комсомольской построили вот там тоже небольшие павильончики. То есть все застраивается. И за осень отштукатурили, привели в порядок вот это здание на улице Карла Маркса. Пересечение улицы Карла Маркса и улицы Комсомольской. Оно стало очень красиво, нарядно. Я благодарю вас за просмотр. Желаю вам всего самого наилучшего. Берегите себя. И, конечно же, открывайте для себя что-то новое. До новых встреч. Пока-пока.